О главных событиях к этому часу. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о ведении режима тишины в одностороннем порядке. Депутат Верховной Рады обвинил руководство Украины в нарушении Минских соглашений. ГПУ возбудило уголовное дело против Арсена Авакова. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о ведении режима тишины в одностороннем порядке с 0 часов 15 сентября. Как заявил лидер ДНР Александр Захарченко, речь идет о прекращении любых обстрелов и ведении любых боевых действий. «Нам и выбран курс на мирное урегулирование конфликта с украинским руководством». В подтверждении этих слов Донецкая народная республика делает очередной шаг к примирению и в инициативном порядке устанавливает режим тишины. «Мною подписан приказ и отданы соответствующие указания всем командирам частей и соединений ДНР обеспечить полное и безусловное прекращение огня из всех типа вооружений с 0 часов в ночь с 14 на 15 сентября. Я призываю украинское руководство присоединиться к нашей мирной инициативе и на деле, а не на словах доказать приверженность соблюдению минских договоренностей», – сказал Захарченко. При этом он подчеркнул, что мирные инициативы, демонстрируемые руководством республики, не являются проявлением слабости и армия ДНР готова к отражению любых актов агрессии. Также Захарченко обратился к миссии ОБСЕ и Совместному Центру по координации и контролю с призывом обеспечить независимый контроль выполнения этих обязательств. Внефракционный народный депутат Яков Безбах во время брифинга Верховной Ради обвинил руководство Украины в намеренном затягивании урегулирования конфликта на Донбассе и невыполнении минских соглашений. Парламентарий считает, что это позволяет коррупционерам зарабатывать сверхприбыли на войне. «Сколько нам еще терпеть, пока эта шайка моральных дельцов набивает карманы кровавыми деньгами. Уже все западные партнеры Украины не намеками, а открытым текстом говорят Украине, что надо соблюдать минские соглашения, что это на сегодняшний день единственный путь к миру. А мы киваем головой и по-прежнему ничего не делаем». Он также подчеркнул, что Киеву пора научиться разговаривать не языком пушек, а языком дипломатии. «В нашей стране все говорят о мире, но мало кто реально понимает, что это такое. Особенно этого не понимают и не хотят понимать те, кто зарабатывают на этой войне хорошие деньги. Для них мир – это катастрофа, это конец их сверхприбыльного предприятия». Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова было возбуждено уголовное дело. По его словам, основанием для этого послужило письмо от главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. При этом глава надзорного ведомства не уточнил, по какой именно статье ведется расследование. «Я в день получаю письма от полутора десятков человек, в том числе от Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело. Вы не поверите на кого? На министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые». «Все обращения в ГПУ имеют одинаковый процессуальный статус», – сказал Луценко. Комментируя заявление генпрокурора, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отметил, что не видит сенсации возбуждения уголовного дела в отношении Авакова. В интервью местным СМИ он заявил, что откровенно не понимает, почему это событие стало новостью дня. Ведь ничего экстраординарного в нем нет, и никаких проблем для Авакова оно с собой не несет. Кроме того, Шкиряк заверил, что Арсен Аваков, несмотря на открытое уголовное производство, останется на посту министра.